всем приветики мои любимые дорогие зрители рада вас видеть на своем канале большое спасибо что зашли ко мне в гости вас становится уже так много мне это очень приятно а если вы смотрите мои видео и забыли на меня подписаться внизу под этим видео есть кнопочка подписаться нажмите и и поставьте лайк мне будет очень приятно сегодня я продолжаю уборку у бабули дома предыдущая часть видео будет ссылочка в описании хорошо чтобы были есть посудомоечная машинка я туда загрузила остатки посуды часть посуды я увезла домой помыла ее дом и начала мыть вытяжку смотрите как видно прям как с вытяжки стекает жир в общем озелит прекрасно все отмывает я только побрызгала и при видно было как желтый жир прям начал сам стекать с вытяжки даже не приходилось в принципе тереть также мой шкафчик сверху саму трубу от вытяжки и вот заметьте что вытяжка до этого была желтая а сейчас она стала просто белоснежная такая красота также нужно помыть шкафчик вот тут вот сбоку быстренько забрызгала его зелитом потёрла губочкой и потом несколько раз протираю все тряпочкой чтобы не осталось самого средства на осталось помыть вот эту вот часть вытяжки и опять таки видно прям не поражает этот озелит как он справляется именно застаревшим жиром на кухне пригоревшим вот эти смотрите как все быстро и легко отходит отмывается и вытяжка становится прям белоснежная теперь нужно разобраться с этой стеной так как эта стена за плитой на ней тоже постоянно скапливаются жирные капельки какие-то пригоревший жир но зелит тоже быстро с этим справится наношу ее и также мою сразу плиту плиту и столешницу рядом ну вот и все это стена чистая протерла несколько раз тряпочкой и красота и чистота и теперь нужно разобраться с плитой плиту забрызгиваю озелитом если вы не знали чем отмыть плиту или мыли ее очень долго чем-то терли какими-то средствами у вас ходил на это много времени просто купите озелит просто забрызгайте просто дайте постоять и потом просто тихонечко нужно пройтись губочкой и собрать всю пену и плита у вас снова будет чистая вы будете сами в шоке от того как она так быстро превратилась в такую чистую плиту без каких-либо усилий так что это средство однозначно рекомендую остается только собрать пену и плита белоснежная чистая красота также хорошенечко помыла комфорки и расставляю их на свои места решетку от плиты я помою ванной также нужно помыть вот эту вот столешницу это столешница находится рядом с плитой и постоянно от плиты на нее попадают всякие жирные капельки и просто так это все не оттиралась но зелит справился с этим вы посмотрите как столешница стала намного белее светлее тище в общем чудо-средство но не забывайте то что на столешница зелит нельзя оставлять надолго иначе он может испортить поверхность поэтому все делаю достаточно быстренько но зелит успевает с этим справиться мне прям нравится как все становится красивым чистым красота я прям не узнаю кухню она как будто как новая а теперь самое главное нужно отмыть вот эту вот вытяжку бабуля конечно ее мылом у нее не было зелит и посмотрите что творится с обратной стороны мне кажется это просто нереально отмыть давайте протестируем азелит в общем положила решетку от вытяжки ванну и забрызгиваю всю азелитом хорошенечко брызгую со всех сторон и даю немножечко постоять потом взяла губочку и начинаю проходить за губочкой и смотрите прям видно как весь жир начинает просто отходить из самой решетки тоже давайте смоем вот это да вот это эффект смотрите прям уходит весь желтый жир и часть от вытяжки становится просто белоснежная но какая красота а что он у нас сзади а сзади еще ничего не отмылось давайте тоже все забрызгаем азелитом дадим немножечко постоять и проверим справится ли азелит вот с таким вот застарелым жиром ну мне кажется ему все по плечу попрызгала положила немного протерла все губочкой губкой прям слегонца прохожу и прям видно как все отмывается но не чудо ли почему я раньше не знала об этом следствии интересно отмоется ли сама решетка я просто была в шоке я была в шоке как это все отмывалось я думала что вот эта сеточка она просто желтая сама по себе но как оказалось она далеко не желтая она имеет совсем другой цвет посмотрите какая красота и чистота получилось как будто новая решетка от вытяжки ну просто прелесть какая красота а теперь давайте закончим со шкафчиками нужно также отмыть вот этот шкафчик в этом шкафчике стоит у бабули посуда которая она пользуется каждый день чашки тарелки ну вот и все с верхними ящичками закончено теперь нужно помыть плиту снизу также плиту забрызгиваю азелитом пока средство работает я мою ящички рядышком все хорошенечко протираю брызгаю еще раз жду какое-то время и сразу мою ящички рядом в принципе бабуле дома было чисто и на кухне было чисто но все у своего возраста возможно она не видит всей грязи которые скапливаются это конечно не совсем сильная грязь но какие-то маленькие жирные пятнышки если честно то я издалека ничего не вижу но если присмотреться конечно найдется что отмыть а я люблю чтобы на кухне прям было все чисто все блестело сверкало и не было никакой грязи заодно сразу помыла духовку даже видно что на полу где попала зелит даже отмылся пол и он стал чище посуды как таковой сейчас в этом ящике нету потому что я ее забрала домой помыла вернула уже на место и сейчас остается только помыть этот шкафчик снутри и расставить всю посуду на свои места ну вот и все получилась красота а сейчас нужно разобраться с этим ящиком тут у бабули лежат специи кофе чай в общем то что нужно всегда под рукой когда готовишь протираю этот ящичек изнутри и теперь расставляю все на место самая большая задача что мне нужно тут все организовать чтобы было удобно красиво внизу ставлю чай и кофе соль сахар а повыше уже ставлю различные специи решила перебрать все специи помыть коробочку но что-то у бабули их тут слишком много в общем я решила их разделить на две части в эту корзиночку я складу специи которые уже открыты складываю кстати по порядочку сзади будет стоять все для выпечки потом приправы травы а уже отдельно другую корзиночку я решила положить еще не открытые специи закрыты также все специи протираю чтобы не было на них лишнего мусора и вот такая красота получилась теперь все раскладываю вот в эту корзиночку тут у меня будет лежать специи которые еще не открыты но пусть бабуля точно знает что они тут есть и теперь как-то нужно это все засунуть очень долго думаю как это все организовать чтобы было удобно и легко решила эту корзиночку засунуть туда подальше и вот такая вот красотень у меня получилось в этом ящичке я большая молодец ну практически все уборка на кухне уже завершена но еще далеко не все нужно теперь помыть окна так как это окно находится рядом с раковиной него постоянно попадают брызги и она пачкается решила промыть сначала всю все рамы и подоконник также всю забрызгую с литом дала подождать протираем все и видно как окно становится чистеньким ну скажите красота же теперь нужно потерять само стекло заметила что на подоконнике не все отмылось поэтому взяла гель белизну тут остались пятнышки от цветка как там стоит алоэ когда бабуля поливает алоэ из него немножечко вытекает и в общем тоже это все нужно отмыть с этим быстренько справилась и нужно помыть второе окошко это окошко не на улицу окошко на веранду но она тоже немножечко заляпанная поэтому моего со всех сторон мою стекло но вот и все я умничка с окнами я завершила тут у меня галочка теперь протираю телевизор полочку и нужно помыть микроволновку достаю снутри тарелочку от микроволновки кладу и мыться в посудомойку и протираю саму микроволновку гелем белизной чтобы она была белая блестящая красивая в общем потом несколько раз протираю тряпочкой чтобы убрать всю пену и мою саму микроволновку внутри если вы не смотрели предыдущее видео о том как я начала убираться на кухне у бабули ссылочку оставлю в описании переходите и смотрите первую часть и увидите полностью всю кухню теперь мою этот ящичек тут у бабу лежат сковородки кастрюли также помыла сначала снаружи потом мою внутри все хорошенечко протираю это в принципе чистый ящик просто нужно брать лишние крошки пыль которые там оказались теперь нужно разобраться с этим ящиком тут лежат ложечки и всякая такая кухонная утварь все достаю все ненужное выкидываю протираю тут скопилось много каких-то крошек нужно все протереть теперь все чистенько и раскладываю все на место с этим ящиком я справилась какая красота получается и вот последний ящик на этой кухне хорошенечко его протираю если вам понравилось мое видео поставьте мне лайк мне будет очень приятно а еще больше будет приятно если вы напишите комментарий вы даже не представляете как для блогера важна обратная связь когда ты знаешь что тебя смотрят живые люди и которые пишут тебе комментарии это очень мотивирует на создание новых видео приехала я на дом поливать свои деревья и он в общем смотрите все засохло кроме вот это вот зеленые веточки давайте посмотрим другую на это еще хотя бы есть немножечко листочков еще не погибли а вот это вот кажется кажется ей плохо это у нас туалет этот фаспет зато в вентиляции с окнами это не все нужно смотреть это походу тоже засохла а вот это не засохла вишенка и вон та не засохла ничего начнем поливать а у нас тут был девичник мы были у мамы в гостях были только девочки было много вкусной еды в общем мы так классно посидели я пошла на свадьбу у нас будет дресс-код такой белая светлая бежевая но есть короче мне ничего не пройдет я пойду в этом больше у меня других нету в общем пойду посмотрю может что-нибудь найду все поснимаю мне пришла вот такая большая куча вещей в общем смотрите какие красивые платья как вы думаете какой именно я выбрала напишите в комментариях вот такая вот красота и спасибо всем кто досмотрел это видео до конца ставьте лайки пишите комментарии не забывайте подписываться на канал нажимайте на колокольчик так вы будете узнавать о выходе моих видео первыми всех обнимаю всех целую всем пока пока а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok